Благодать Нужно принимать это верой Нужно попросить прощения за свои грехи И с радостью стать спрощенными Свободной душой И вот тут возникает вопрос А дальше что? А дальше что? Я уверен, что каждый из нас хоть раз в жизни каялся в своих грехах Я уверен, что это может быть и сегодня утром у кого-то было А все почему? Потому что иногда мы совесть слышим И когда слышим, нам хочется вот избавиться от этого груза А вот полную свободу от этого груза Можно обрести только по благодати У ног Иисуса Христа Вот такую свободу, когда ты действительно понимаешь Что нет этого упрека И не потому, что ты холодный, бездумный и безмозглый А потому, что ты действительно получил прощение от Бога Ну а дальше что? Есть ли место благодати дальше в нашей жизни? А апостол Павел говорит, есть Он говорит, я по благодати жил Я живу в мире и в церкви Я жил по благодати А как я живу в мире и в церкви? По закону, по принципам, по понятиям, по совести может быть кто-то думает А апостол Павел говорит, по благодати Слушайте, совесть свидетельствовала Правильные его шаги или нет Но принцип, которым он руководствовался То есть от чего отталкивался, на чем базировался Это благодать Я себе задаю вопрос, что такое благодать И где она присутствует И чтобы не усложнять здесь Я скажу в двух словах Благодать есть только там, где присутствует Дух Святой Все мы знаем Отец, Сын и Святой Дух Троица, Святая Троица Если говорить об отце Ну, как бы нам рисуется, что это некий старец Который вот все держит под контролем Сын Это тот, который вошел в этот мир Пришел в этот мир и зашел на Голгофу А Дух Святой чаще всего рисуется в каком образе? Голубь Голубь Это библейский образ Голубь Казалось бы, вот голубя же легко прогнать Не думали об этом? Это не навязчивая птица Легко прогнать, если ты не хочешь его видеть рядом с собой Когда Прикладывается сила А Дух Святой это личность Которая олицетворяет силу Божию И Когда вот есть Точка приложения силы Всегда остается след Вот попробуйте Возьмите какой-то лом И попробуйте сдвинуть какой-то тяжелый предмет И вот в том месте, где этот лом упирается Обязательно останется какой-то след Когда к нашей душе К нашей душе прикасается Дух Святой А именно Он способен вызывать в нас правильные мысли Правильные даже угрызения совести Правильные и добрые намерения рождать в нас И вот когда Он соприкасается к нам Вот в точке соприкосновения этой силы остается след Это так, извините, я простым языком для себя это вижу Если не прав, простите И вот этот след Это и есть то место, где будет благодать Божья Если со мной соприкоснулся Дух Святой Если я с Ним соприкоснулся Если моего сердца Он достучался Останется след След, который в лучшую сторону потом преобразует меня Это как отправная точка И благодать Это последствия прикосновения Духа Святого к моей душе Это не плод ума Это не результат богословия Хотя ее можно объяснить богословски Это результат прикосновения Духа Святого Без Него, без Духа Святого Благодать останется всего лишь сухой доктриной А апостол Павел говорит о том Что она нужна Ему была Не для того, чтобы правильно думать А чтобы правильно жить Достойно жить Он говорит По благодати Божьей жили в мире Особенно же у вас И вот она будет проявляться в нас ровно настолько Насколько Дух Святой Имеет сегодня доступ к нашим сердцам и умам А теперь вопрос Как вы думаете Самое яркое свидетельство того Что благодать Божья действует в моей жизни В чем выражается? Как минимум в том Что я начинаю прощать людей так же Как меня прощает Бог Как меня простил Бог Тот, кто соприкоснулся с Духом Святым С прощающей работой благодати Не останется никогда жестоким И таким же сухим человеком, как до этого Не сможет так же Схладнокровно и Может быть даже цинично Смотреть на тех, кто рядом Субтитры создавал DimaTorzok